Субстрат вешенки Самые разнообразные форматы Самая разнообразная пленка Самые разнообразные блоки Здесь, как обычно, мой любимый М5 и штампы 80 То, что вы видите здесь, это штамп М5 Он стартанул очень быстренько Как видите, кто понимает, что эти грибочки уже нужно было собрать вчера Поэтому быстренько снимаю видео И сейчас буду собирать А вот штампы 80 Мы его видим вот здесь Он, как видите, стартанул немножко позже Ну, здесь нечего рассказывать Давайте я вот поставлю Размеры Примордиев Вы видите То есть, смотрите сами Некоторые Значит, это обыкновенные маленькие пакеты Там поскольку 35 литров Это пакет с завязками Прекраснейшее подходит для посадки Толстая пленка И удобно его завязывать с затяжками Потом вариант 6-ти литровых Вот в таком виде Но, естественно, при таком объеме Примордиев появится позже Потому что времени для колонизации субстрата И образования приводи, естественно, нужно больше при таком объеме Такой здесь приблизительно 7-7,5 килограмм Такие получаются по 3,5 Мы их так стопочкой поставили Единственное неудобство, что полки приготовлены под стандартный размер 80 на 40 И здесь пришлось вот таким вот образом их выставлять Но в таком виде они хорошо уплотнились Позарастали И все прекрасно себя здесь чувствует Теперь Ну, здесь пошло так немножко в разнобой Это Здесь видим партию уже следующей упаковки Вот И здесь вот этот П-80 Самых разнообразных Самых разнообразных таких возрастов формирования И формирования Примордий Для особо Ну Вот Здесь Пример Вот здесь пример Все равно Даже несмотря на то, что пленочка очень тонкая У гриба нету силы растягивать вот эту пленку И если она будет сдавливать, то грибы получатся некрасивые Здесь нужно все-таки Примордий немножко освобождать Дать им возможность вырастать и формировать красивые сросточки Ну и через уже там дня 3-4 Эти тоже будут готовы Особое ваше внимание Я хотел бы обратить на вот последнюю партию посадки Чем она тут особенная такая? Вот посмотрите Особенность была в том Это была сделана еще одна проба Значит Заварки тюков Ненарезанной соломы Крайне неудобно ее упаковывать Видите, там Визуально такие рыхлые Вообще блоки получились Какие-то насыпы Но это неудобно вообще упаковывать Но мы подошли таким образом Что они прессуются под весом Тех блоков, которые находятся сверху Относительно вот то, что я сказал Что сами полки Приготовлены для блоков 80 на 40 Для полиэтилена То вот здесь Можем видеть Это 6-ти литровые пакеты Ставим друг на дружку Приблизительно получается Вот такой двойной примортий Ну, это сделано буквально Где-то полтора недели назад Это им еще рано И еще один интересный момент Но это будет вообще Особым теоретикам Умникам и всему остальному Вот здесь На этих вот полочках То, что вы видите Это вешенка королевская Вот посмотрите, пожалуйста Вот на эти блоки Сделанные полтора недели назад Крупным планом Это королевская вешенка Обратите внимание на прозрачность пленки То есть вот этих голубеньких Мы прекрасно видим, что происходит внутри Видим полную колонизацию Вот здесь другой Вид мешочка Тоже довольно-таки прозрачный Но вот то, что я говорил Такой вот Рыхлый полностью Как будто его сюда насыпали И здесь полная колонизация Здесь уже будут готовиться Сейчас к образованию примордиев Вот это королевская вешенка Ну, вот видите Недостаток черных пакетов в том Мы абсолютно не понимаем И не знаем То есть, что там внутри происходит Потому что ничего не видно Абсолютно вот догадываемся Там, наверное, тоже Если здесь все хорошо То и там внутри Тоже все будет хорошо Поэтому именно вот черные пакеты Для начинающих грибоводов Они будут Немножко Ну, трудность будет в том Что они не смогут визуально контролировать Что происходит внутри Внутри этого грибного блока Поэтому берите вот светлый полиэтилен То есть вот эти пакетики И можете тоже использовать Это, к слову, к тому, что Начинаются какие-то сложности Человек хочет там просто сделать грибы Начинаются какие-то мешки Какие-то стерилизации Там куча разных каких-то трудностей Вот, посмотрите, как Насколько все просто И гениально